Всем Дэвид Бэкхэм, всем Дэвид Бэкхэм, пацаны, сегодня у нас обла, капельку посверлим, и меня по-прежнему зовут Стас Гарфпрод, и не смей смеяться, ведь ты не на стендах. Первым делом задаем темп, это 146 ударов в минуту, и конечно же добавляем омнисферу, потому что я, наверное, сам себя уже задолбал Close Grandом, но в целом вот тот инструмент, который мы используем, можно будет этим Close Grandом стандартным заменить. Патч браузер, выбираем здесь Keyboards, Acoustic Piano, Piano String Classic. Закрываем, идем в FX и AUX, и отключаем Reverb, потому что добавим свой. И время мелодии, звучит она вот таким вот образом. Дублируем, убираем, дублируем, поднимаем на полтона. Осталось только вот это все продлить, чтобы звучало поприкольнее, и вот это продлить, и все. А нет, не все, можно все выделить, а поиграться с Velocity. Все. Вот так. И вот этот убавим. И можно все вместе чуть-чуть еще убавить. Теперь драмочки. Конечно же, я воспользовался UK Drill Drum Pack'ом. В оригинале я услышал какой-то лэйр на клэпе, и поэтому решил накидать клэпов побольше. Еще к ним прилейрится один снейр. И, конечно же, нельзя обойтись без UK Drill хэта. Потому что под прошлым видосом про UK Drill было много комментов про хэты. Вот это наши основные ударные звуки. Давайте начнем, наверное, с хэта. Сделаем его погромче. Так звучит поприкольнее, но еще давайте resample поменяем на stretch, чтобы в зависимости от изменения высоты тона его продолжительность не менялась. Звучит он как-то так. Вот этот звук потише. Вот здесь нажимаем Ctrl-U. Вот так правой кнопкой мышки и чуть убавим. Теперь выбираем здесь одна вторая. И вот здесь вот уже снова нажимаем Ctrl-U. И вот так делаем. Ctrl-B. И в последней четверти будет Ctrl-U. Вот так вот. Вот этот звук делаем значительно тише. И вот здесь Ctrl-U снова. И этот звук снова делаем значительно тише. Второй. Все звуки, которые тихие, зажимаем Ctrl-Shift и выделяем, чтобы их немножко поперемещать по панораме. Идем в правую кнопку мышки панорама. И часть звуков сместим налево. Часть раскидаем просто по сторонам. Теперь идем, наверное, в clap. Заходим в веселые настройки. EQ на минимум. И немножко подбустим. Чтобы он стал более ярким. Его, естественно, тоже бустим посильнее. Но вот здесь еще у нас будет пробежечка. Переключаемся на одну вторую. Ctrl-U. Ой, что-то дофига. Вот только вот это нам нужно. И делаем ее тихонькой такой. Чуть-чуть погромче. А вот следующий clap. Наш стерео-clap. Во-первых, с ним тоже EQ на минимум. И чуть-чуть дадим буста. И здесь в моде переключаем на Stretch. Ctrl-C, Ctrl-V. И опускаем на полтона вниз. Теперь Ctrl-C, Ctrl-V на Snap. Он очень длинный. И нам нужно его сократить. Out-ом до 2 третей, наверное, сокращаем. И сэмпл тоже на Stretch. Да, на А4. Теперь самое интересное и самое главное. Это 808 бас и слайды. И перед этим настроим ему Envelope. Вот таким вот образом. Hold на максимум, все остальное на минимум. И я опять чуть не забыл, что скачать этот проект можно будет у меня в Инсте. По ссылке в описании. Мой Инстаграм. Как только это видео соберет 3333 лайка. В этом проекте будет зарендерена Амнисфера. То есть здесь будет эта Амнисфера. И вторая Амнисфера, она тоже будет зарендерена. Естественно, останутся все меди-дорожки. Вы сможете максимально подробно поковыряться, полазить в этом проекте. И более детально его разобрать. Так что если вам уже нравится это видео, нравится этот трек, или вы хотите поковыряться в проекте, то смело ставьте лайк под этим роликом. Ну и можете на мой Инстаграм подписаться. Я уж точно против не буду. Продолжим с 808 басом. Первый звук это нота Ре. То есть Д. Давайте погромчиво сделаем. Пам, пам, пам. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мы пока просто расставим нотки, потом будем делать уже слайды. Вот такой паттерн баса. Там будет его вариация еще одна, но об этом позже. И есть два способа сделать быстро, относительно быстро слайды. Сначала мы можем зайти в настройки, моно-порт включить и слайд выставить на единичку. И сразу давайте Ctrl-C, Ctrl-V в новый паттерн. Вот это первый способ, очень быстрый. Просто нажимаем три кнопки и готово. Теперь можем его дублировать и воспользоваться вторым способом, который чуть более долгий. Для этого создаем слайд-нотку. Ну давайте укоротим ее вот до такого состояния. Ставим вот сюда и этот звук опускаем на октаву вниз. И слушаем. То есть у нас получается звук немного ву-ву, такой выходящий снизу получается. А если мы еще основные звуки убавим, а слайд-ноты оставим в такой же громкости, то получается он не только по питчу будет перемещаться, но еще и по громкости. И это прикольно звучит. И мы можем все ноты заменить на вот такие слайд-ноты. Я понимаю, что это весьма и весьма муторно, но иногда такой способ вполне действенный, и поэтому я решил его вам показать. Что выбирать? Выбор за вами. Теперь пропишем кик. Никаких настройок я с ним не делал, как и с 808 басом. Просто C5 и... Он совпадает с басом, но не на каждый слайд приходится. И вот здесь он тут-тун делаем. Все парты прописаны, давайте сбросим их на микшер. Нет, давайте перед этим добавим еще одну умнисферу. Потому что в ней я буду использовать вокальный пресет, который уже использовал в своем видосе про Кизару Block Baby. Вот там ссылка наверху сгорела. Но сначала это видео обязательно досмотрите. Human Voices. И тут есть пресет. По-моему, это именно тот звук, который использовался вот в самом треке Дэвид Бэхом. Вот так он звучит, а играет примерно в минуту. Теперь сбросим уже на этот раз все уже точно на микшер. Все клэпы я закину на один канал. Можем сразу собрать групповой канал хэта и снэра. И групповой канал инструментов. Этот голос сразу нужно очень сильно убавить. На фортепиано у нас будет вот такой список обработок. Начнем с CERCY 20. Отключаем Noise воблу и катим его очень сильно. То есть он нам нужен для low-fine и такой эквализации. Вот как-то так. И на ревербе уже. Клоу-кат немножко поднимаем, чтобы срезать ему не сайз на максимум. Бас на минимум. И мы сделаем стерео-реверб. Вот так моно-реверб. А вот так стерео-реверб. Он прям сразу разлетается. Нам нужна довольно жесткая реверберация. То есть довольно много дикея. Давайте 2,5 секунды. Ну, 3 секунды. И VET процентов в районе 40. Вырезаем район 1200 Гц. Чтобы оставить место под ударные. Срезаем низ. Вот как-то так. И еще нам нужно переключиться стерео-плейсмент сайд. Правой кнопкой мышки Shape Low Cut. Чтобы срезать низкие частоты из сайд-составляющей. Чтобы не было стерео-баса у нашего фортепиано. Срез сайда будет чуть сильнее, чем срез просто низких частот. И теперь мы идем на бас. И этот самый сайд добавим уже на бас. То есть вешаем Ozone и Major на бас 808. И вот так, вот так. Стерео-бас. И переключаем на, давайте, 240. Как-то так. Даже чуть можно убавить. И еще нужно повесить на бас декабитатор. Вот больше полутора драйв крутить точно не нужно. После этого на эквалайзере, на басе тоже вырежем. Вот этот диапазон. Самый гудящий такой. И теперь идем на голос. На него мы повесим. В первую очередь Ozone и Major. Тоже включаем стерео-бас. Дело в том, что в самом треке David Beckham этот голос, он очень сильно расширен. Но мне так показалось. Поэтому включили стерео-бас. Band давайте до 300 даже поднимем. Отправим в сильное стерео. И теперь его можно немного убавить. И на групповом канале инструментов тоже будет пара обработок. Я хочу в первую очередь в районе 200 Гц правой кнопкой мышки Make Dynamic. Потому что тоже тут довольно много мути. Потом Saturn. Я хочу сделать более яркие инструменты сверху. То есть чуть выше полутора килогерц. Включаем Tube, Clean Tube. И просто чтобы в целом трек звучал более ярко и инструменты звучали более склеенным. И на компрессоре вот этом бесплатном, про который я тысячу раз рассказывал, мы вообще ничего трогать не будем. Потому что вот он чуть-чуть вот его поджимает. И этого в данном случае достаточно. С ударными мы поступим похожим образом. Но сначала давайте на Head закинем Valhalla Vintage World. Я хочу Room. То есть маленький-маленький реверочек. Вот. 4,8%. Вот этого хватит. Тоже Valhalla Vintage World кинем на Snare. И на нем тоже что-нибудь из Room за выберем. А если сюда добавить? Да. Микс 3%. Этого больше, чем достаточно. Потому что мы сюда будем сейчас всякие штучки накидывать. Например, мы накидываем сюда Ozone и Mager. Чтобы в целом тоже, естественно, сфереваясь включаем. И вот больше, чем вот так, не нужно. После этого Saturn повторяем почти такую же манипуляцию, как с нашими инструментами. Tube, Clean Tube. После этого можно кинуть ProQ. И чуть добавим 2 кГц. И теперь снова этот бесплатный компрессор в качестве параллельного компрессора. Input крутим. Давайте вот так. И микс откручиваем до 20 где-нибудь. Теперь сбалансируем громкость. Kick я выведу где-нибудь в районе минус 3. И в зависимости от него. Я думаю, что в басе все-таки нужно сделать дилеем паузу для кика. Дилей крутим на 5%. Да, 4% достаточно. И на мастере можно немного усиления подкрутить. Теперь самое время для Split by Channel. Еще я вначале добавлю вот этот звучок, потому что там вначале есть какой-то звучок. Сбросим на какой-нибудь канал микшера. И клип включим. EQ на минимум. Так он будет звучать. И можно на него накинуть фруктовый ревер. Отлично. И убавим его. И вот в этом месте у нас есть какой-то гейт типа. И я нашел что-то подобное в GrossBT. Я закинул его на мастер. Идем в Momentary. И тут. Вот этот звук, по-моему, похож лучше всего. Правая кнопка мышки на Volume. Create Automation Clip. Сделаем так, чтобы он здесь был включен. И больше нигде не был включен. Но он еще в одном месте нам понадобится. Вот в этом месте есть еще одна особенность с басом. Так что сюда жмем. Мы икьюничим его. Заходим. Вот с этого места начинается нота D. Вот это все мы удаляем. И просто продлеваем ноту. И слайд ставим на D. И все окей. Ну, можно чуть подкоротить. Вот так лучше. Ну, и еще тут всякие разные паузы. Вот такие. Снеры вытаскиваем. И вот здесь у нас. Потом подобная штука. Только уже без баса. И нужно сделать Make Unique паттерн кика одного. Вот этого. Клонировать кик. Ревертнуть его. Включим диктю на максимум. Или на минимум. Вот такой звук нам нужен. И вот здесь. Потом снова продолжение паттерна. Ну и финальный паттерн. Только в начале. Тут будет два звука. Вот этот. И нам нужен еще один звучок. Вот этот. И сюда поставим. И перед этим звуком у нас снова будет gross beat. Вот так ставим. И все. И в целом. Наверное на этом даже можно завершить. На мастеру у нас только клиппер. Все настройки вы уже видели. Так что перед тем, как мы послушаем этот прекрасный трек. Напоминаю вам, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа. От А до Я. Который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. И чтобы его заказать напишите мне. Ссылка на меня есть в описании. Можете написать мне вконтакте или в инсте. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. И если вам это видео показалось чуть-чуть полезным. Капельку интересным. Или просто понравилось. Или понравился биток. То смело ставьте заслуженный лайк под этим видео. А если было неинтересно. Бесполезно. Вообще какая-то лютая ерунда. Ну что поделать. Ставьте дизлайк. И самое крутое, что вы можете сделать для моего канала. Это посмотреть другие видео на нем. Для этого просто дождитесь конца видео. Или нажмите на название канала. И если вам понравилось это видео. Другие понравятся точно. И с вами был Стас Гарфпрод. Пока. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует. Продолжение следует.